Я хочу свернуться и сказать всем, кто зараз меня почуя в Крыму. Для меня основная цель моего пребывания на Майдане была то, чтобы люди в Украине, шахтеры в Донецке, на Донбассе, поднялись с колен и перестали быть рабами. Чтобы они, получая копейки денег и оставаясь без кормильцев, перестали быть источником огромных миллиардных заработков для олигархов. Я хочу, чтобы все здравницы Крыма и все люди, которые живут в Крыму, чтобы они стали богатыми, чтобы Крым стал европейской здравницей, куда будут приезжать дети всей Европы. Я хочу, чтобы на Харьковщине люди могли свободно вести бизнес и не бояться, что придет налоговая полиция или милиция, и у них что-то будут отбирать. Вот это была наша основная цель. Я хочу, чтобы нас сейчас услышали все, кто сейчас сомневается в том, что на Майдане были экстремисты или радикалисты. Гарящие шины на Майдане были связаны лишь с тем, что у людей больше не было, чем защитить себя. Именно поэтому, пытаясь защитить свое життя и свою мету, они пытались, знаете, как оточити себя таким максимальным напружением, просто чтобы отвлекать врага. Поэтому по цей головной меседжи я хочу, чтобы вы попробовали сегодня донести до всех людей, потому что это надзвичайно важливо. Сегодня у нас немало другого мета, как сохранение целостности Украины на данный момент. И, власне, эта проблема выникла внаслідок выкривания информации, выкривания информации, которую надавали засоби массовой информации, с подачей певных политиков. Так вот Майдан стоял, стоит и будет стоять в сердцах всех людей, для того, чтобы в Украине не было коррупции, не было криминала, для того, чтобы эта страна была гидной, справедливой, и чтобы все люди могли жить счастливо, замужно, спокойно и мать радость в сердце. Я имела возможность быть на Майдане с всеми этими людьми три месяца. И, как врач, могу понять сущность людей. Вот хочу сказать вам, что ни один Гуцул, ни кто, кто живет на Коломые, абсолютно они хотят вернуться в свои Карпаты и жить в свободной, честной, справедливой стране. По поводу правого сектора хочу вам сказать следующее, что на самом деле та победа, которая произошла вот в Киеве, то, что мы сейчас хотя бы вздохнули на какой-то момент спокойно, она произошла именно в результате того, что у ребят хватило силы выстоять, чего не было ни у кого другого. Так вот правый сектор – это не какая-то экстремистская группировка. Из того, что я успела понять, их основное предназначение следующее. Когда в государстве нету силы права, тогда рождается правая сила. И она существует до тех пор, пока сила права не восстанавливается. Так вот у Крыма, у Донбасса, если у вас не работает сила права, у вас может родиться свой собственный, своя собственная правая сила, которая будет бороться за восстановление силы права. И больше ничего. Поэтому не ждите. Я вчера специально поговорила с Ярошем, задала ему вопрос, если в планах у вас готовится ли медслужба на выезд на Крым. Он сказал, ну что ты, мы даже про это не говорим, не думаем максимально. У нас совсем другие планы и совсем другие, ты знаешь, и были. То есть никто из правого сектора, никто из черных хмар, как боятся в Крыму, никто не собирается до вас ехать. Майдан стоял и стоит за справедливость, за рівность, за гидность, для того, чтобы вы могли жить и дыхать вольно в этой стране.